привет друзья сегодня я приветствую вас на своем канале опять с новогодним контентом я уже показывала свои старые игрушки очень-очень старые а сегодня я хочу поностальгировать вместе с вами и открыть свою любимую коробку с игрушками с шарами из гдр меня зовут виктория гаман я художник иллюстратор и я родилась в 80-х годах соответственно детство у меня пришлось самое такое вот ранее на 80-е начало 90-х годов и все еще и так сказать в памяти игрушки старые какие-то сохранились и открытки старые коллекции сохранились и сегодня я в поддвери нового года хочу с вами вместе посмотреть по перебирать вот этот набор здесь набор шаров на иллюстрации вот такой красивый такая иллюстрация очень ретро она даже не 80-х годов вот этот вот дед мороз это вообще мне кажется к началу больше 20 века похож вот такая детвора на фоне красивого пейзажа на написано с новым годом и здесь на коробке написано изготовлено в германской демократической республики народным предприятием фэб тюнгер глаз шмук лауша тюр ну вот как прочитала написано по-русски коробка уже видавшие виды по идее и надо бы наверно заменить или отреставрировать ну вот пока что я ее заклеила просто скотчем чтобы в процессе уборки игрушек и доставание ничего не побилось итак открываем коробку и здесь шары коробка она открывается наверно до конца просто она приклеилась скотчем с оторву до конца чтобы открыть потом еще в конце покажу вам коробку поближе эту иллюстрацию поближе делалось это для советского союза и все по-русски написано но шары здесь все немецкие за исключением здесь от одного а даже 2 до вот эти два шара это уже не из этой компании это уже более современные шары наверное здесь да здесь нету грозди которая должна была быть не знаю возможно она где-то отдельно у меня лежит и еще один шарик я показывала в предыдущем ролике вот он у меня такой вот красно-зеленый переливающийся он у меня хранится со старыми игрушками но как-то так получилось и так давайте начнем по порядку вот такой вот симпатичный шар мне всегда очень нравилось крепление немецких шарах она какое-то было очень крепкая до сих пор вот держится на крючочках очень достойное крепление исполнение ничего со временем вот эти шары 80 какого-то года и в принципе шар остался целым хотя его каждый год вешали на елку здесь вот чуть-чуть вот облупилась краска но это буквально вот капельку здесь белая краска напыление краски какой-то вот трафаретик возможно это штампик и кисточкой клей и обмакивают как раз вот в такую вот дробленую крошку и получаются вот такие блестки дальше шар вот такое вот это уже ручная роспись вот это вот все делается мазками кисти и потом опять клей и обмакивается у него матовая поверхность такой шар это уже я со временем приделала проволоку не было крючка но крепление очень классная вся коробка вот такая вот ячеистая в принципе шаром никакой ну ничего не травмирует их получается здесь вот еще два таких одинаковых шара этот я вам уже это совсем из другой серии это современный шар дальше вот такой вот шаре его всегда очень любила в принципе то вроде бы обычный шар но он обмотан проволокой и на елке конечно проволока вот уже мне кажется поблекла но раньше она была блестящий и шар очень оригинально смотрелся так но это обычный шар вот он немножечко уже покоцался вот такой вот яркий зеленый шар я так понимаю это наверно формовая вещь то есть выбывали форму и здесь вот такая вот такого-то углубление и отделан также клеем и блестками у меня несколько шаров очень любимых это вот обычный шар синий ничего особенного вот этот вот мой любимый шар смотрите ну во первых у него бирюзовый нежный такой голубой цвет блестки и вот такие вот цветочки были наклеены с одной стороны остался с другой нет но для меня он был самый наверное любимые все этой серии напишите какой самый любимый у вас был дальше идет вот такой вот формовой шар тоже как зеленый был но только уже вот такого бирюзового голубого цвета тоже мне он всегда нравился из-за цвета на скорее всего и вот такой вот матовый матовый приятный все шары стеклянные естественно никакого пластика тогда не было покрыт вот видите здесь немножко облупилась то есть сначала серебряной краской стекло покрывается потом уже покрывается какой-то полупрозрачной матовой краской здесь вот она такая ярко-розовая очень красивый шар с елочкой так но этот шар вот немножко со временем попортился зато есть отражение меня дальше вот такой вот шар желтый с каким-то с звездами это тоже звезды так мимо отпечатки все это делалось я думаю на фабрике очень быстро вот но при том при всем ручная работа вот здесь тоже расписывался до макался в блестки и потом вот вручную приклеивались вот такие вот блестки дальше вот мой любимый шар тоже тоже с цветочками они какие-то такие голографичные здесь вот он конечно повредился со временем получается что такая краска более подвержена облуплению здесь также вот ручная роспись мазки и декор вот такой шар это я уже показала этот показала этот вот шар получается гублируют два шара еще один такой шар на получается вот два одинаковых дальше вот такой вот оранжевый шар тоже он матовый вот по типу такого только меньше размером кстати не сказала что шар и в принципе двух диаметров здесь еще один шар вот такой вот тоже уже немножко по как сказать и по коцам и потертый этот шар у меня тоже не отсюда стеклянный здесь еще была гроздь гроздь была наверное если у вас такой набор был или похоже вы знаете там три лично сколько и может быть четыре шара на одной связке на тесьме и с обрамлением таким как как будто еловым и вот еще то что здесь было в наборе это вот это родная пика макушечка ну вот ей больше всего досталось потому что наверное первое время ставилась только она потом появились еще другие какие-то пики вот и она потерлась может быть убиралась отдельно потом я уже ее положила сюда она такого нежного розового цвета тоже здесь где-то она переливалась блестки и вот такие же звездочки как вот на вот этих вот шарах вот долго я не буду слогольствовать на эту тему делитесь были у вас такие наборы или нет остался ли что я упустила потому что я просто вам показала и сама вспомнила свои любимые игрушки не знаю буду ли я в этом году вешать их на елку но сам факт что они сохранились и они до сих пор красивые нужно вот подреставрировать конечно коробку мне и может быть вот положить где-то затерявшиеся шары но я думаю что они где-то есть вот еще раз хочу показать коробку смотрите какая замечательная иллюстрация здесь и домики и лес никаких больше опознавательных знаков какие тут должны быть игрушки или еще что-то здесь нету только картонная коробка наклейка напишите если вам еще интересно посмотреть какие-нибудь мои игрушки может быть что-то вы напишите какой конкретно этот это год потому что я не знаю завозили каждый год эти игрушки или какой-то отрезок времени у нас вот и как я себя уже помню где-то вот с 84 85 эта коробка уже было на этом все спасибо всем кто досмотрел еще раз хочу напомнить что я художник иллюстратор и на моем канале будут не только ретро такие вот зарисовочки но и непосредственно мое творчество рисунки картины обзоры материалов и если вам что-то интересно из ретро давайте вместе посмотрим напишите может быть еще игрушки какие-то которые двухтысячных годов у меня есть всякие формовые игрушки типа собачек кошечек и так далее можем посмотреть их спасибо за комментарии лайки и подписки всем хорошего дня вечера а также прекрасного нового года